Добрый день! Вы в Швейцарии, в гостях у швейцариков, и с вами Надя. Раз мы на кухне, значит, мы что-то будем готовить. Правильно. Посмотрите, что я приготовила. Но не переживайте, долгую-долгую нудную лекцию я читать не буду. Я вам просто приготовила, чтобы кое-что показать и объяснить. А готовить мы сегодня будем швейцарскую национальную еду, которая называется рёшти. Попросту это картофельный блин. Его ещё называют двоюродным братом Драника, но это совершенно не так. Драник готовится по другой технологии. Рёшти готовятся без ничего, без яйца, без муки, просто один картофель. Но есть кое-какие нюансы. Здесь у нас, в нашем кантоне, готовятся обыкновенные классические рёшки. То есть просто картошка, соль и поджаривают на сливочном масле. Конечно, эта еда не очень здоровая, потому что сливочное масло. Но я себе, например, сегодня сделала на растительном. Получилось не хуже совершенно. Но по рецепту, по национальному. Сливочное масло. Вот что мы сейчас и делаем. Наливаем сливочное масло. Лучше растопленное. Вот у меня тут кусочек масла растоплённый. Сейчас я его сюда уберу. Вот. И картошка, потёртая на крупной тёрке. Подсолёная уже. Я помешала. Потому что мне всегда одной очень трудно. Но сегодня придётся звать моего дорогого. Сейчас я скажу, для чего. Вываливаем её на сковородку. Так, давай, картошечка, вываливайся. Разравниваем. И нужно плотно-плотно прижать к сковородке. Сформировать такой блинчик. Вот. Вот. Видите, как хорошо. Тут у меня немножко ещё осталось. Сейчас я доделаю. Вот так. Основу рёшки мы приготовили. То есть, это просто потёртая картошка, подсолёная. В некоторых рецептах можно найти рёшки из сырой картошки. Да, её можно приготовить из сырой картошки. Но там более длительная технология. Картошку нужно отжимать, промывать, просушивать. А это лучше. Я, например, готовлю из картошки в мунтирах. Я считаю, это самый лучший вариант. Потому что картошка так сохраняет все свои качества и витамины. И всё, что полезно для организма. И рёшки получаются намного вкуснее. Есть несколько видов рёшки. Я вот, видите, себе приготовила блинок на растительном масле. И вполне прилично выглядит. И я его сейчас скушаю. Вот, смотрите. Такой есть бренд в Швейцарии. Бетти Босси. Это как икона стиля. Только икона стиля на кухне. Это издатель кулинарных книг, который существует с 56-го года. И у них, у швейцарцев, если Бетти Босси сказала, значит правильно. И вот в этих кулинарных рецептах от Бетти Босси написано. Один килограмм кшвельти, фесткохен де сорте. Это перевести, если один килограмм отварной картошки, твёрдой. Вот есть сорта твёрдого картофеля. И соль. Это обыкновенный рёшки. Вот он как пишется. Видите? Обыкновенный классический рёшки. Здесь вот бернер-рёшки. Бернер-рёшки – это у нас столица. Бернер-рёшки готовится со шпиком. То есть вот здесь даже написано. Один килограмм отварного картофеля, 160 грамм шпика и пол чайной ложки сальц. Нет, большой ложки. Ну, в общем, перец можно добавить, что угодно. Рёшки пошёл как... Как раз вот из Берна он идёт. Вот родился он, так сказать, в Берне. Это как еда крестьян. И есть ещё даже... Едят его в основном в немецкоговорящей части. В Базеле, например, делают рёшки с лучком. Например, у нас Кристина базельская базильчанка. И я ей иногда делаю рёшки с лучком. Ей нравится. Но она больше любит простой классический рёшки. Если она к нам приходит, и мы это делаем, то простой классический рёшки. Есть даже такой термин политический здесь в Швейцарии. Рёшки-граубен. То есть граница рёшки между немецкой и французской стороной. То есть во Франции, на французской стороне, вернее, в Швейцарии, но на французской стороне рёшки не так распространён. Возможно, около границы с немецкой там что-то есть. Едят рёшки совсем с чем угодно. Например, мы сегодня кушаем с грибным соусом, который я готовила вчера. Можно с солёненькими огурчиками. Хельмут у меня пожелал с помидорками. Я посыпала итальянскими приправками. И будет очень даже вкусно. Ну, сейчас наступает самый волнительный момент. Сейчас мы проверим, готов он или нет. Огонь у меня на самом-самом сильном. На девяточке. Будем пробовать перевернуть. Шац, это по-швейцарски дорогой. Так мы обращаемся друг к другу. Так, форзи их битта, форзи их, найн. Варте, варте гипмер битт. Ага, зло, зло. Вот, молодец. Сейчас мы с вами, блин, будем пробовать перевернуть. Если будете пробовать перевернуть лопаточкой, даже не пытайтесь. Ничего у вас не получится. Это надо или огромный опыт, лет 50 проработать с этими рёшками. Делаем вот так. Вот и всё. Перевернули и дальше жарить. Данки фельмаль. Это он ждёт свой рёшки на сливочном маслице. Ну, швейцарцы есть швейцарцы. Вот любят они вот такие поджаренные, прижаренные, картошку. Очень любят крылышки куриные, обжаренные. Всё жареное, всё жареное, всё кусками. Или сардельки, сосиски. Ну, более-менее я своего мужа всё-таки привела в божеский вид с едой. То есть он любит и русскую кухню. Пельмени любит, супы любит, борщ любит. Ну, иногда уж вот радую я его чем-нибудь швейцарским. То есть кроме рёшки, конечно, много всего швейцарского. За одно видео не покажешь. Скорее всего, я вам ещё парочку-троечку видео приготовлю, чтобы вас порадовать. Пробуйте то, что кушаем мы. Это, кстати, очень вкусно. Не всегда полезно. Ну, вы сами знаете, что то, что вкусно, не всегда полезно и приводит к ожирению. Правильно? Вот так. Ну, друзья, всего вам доброго. Попробуйте. Приятного вам аппетита. И добро пожаловать ещё на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно с вами пообщаться. Хорошего вам денёчка. Кстати, у нас сегодня солнышко. Скорее всего, мы после обеда пойдём погуляем. И, возможно, ещё какие-то видео у меня появятся. А сейчас пока-пока. Всех люблю. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok